Аллилуйя! Аллилуйя! Присаживайтесь, драгоценные братья и сестры. Еще раз огромное спасибо группе Прославления. Спасибо вам, что вы можете служить дарами, талантами. Вы знаете, я слушал сегодня брата Олега, его песнь. Кстати, хочу вам сказать, что эту песнь написал сам Олег. У него вообще великое множество песен. Я вам хочу сказать, что это песнь-проповедь. После такой песни можно не проповедовать Евангелие. Там все сказано. Да благословит Господь каждого сидящего в этом доме. И вы знаете, такие дары и таланты есть у каждого. Да, конечно, играть на пианино, на гитарах, может быть, не дано каждому и писать стихи не каждому. Но у каждого из нас есть свой дар и свой талант, подаренный нам Спасителем мира Иисусом Христом, которым мы должны служить в теле Христовом. Дорогие братья и сестры, еще раз всех поздравляю с этим прекрасным днем, днем въезда Иисуса Христа в Иерусалим. И хоть прошло уже так много лет с того дня, то, знаете, актуальность этого события не изменяется. Она все та же. И мы сегодня будем говорить именно об этом дне. Хочу, чтобы каждый из вас повернулся к друг другу или тому, кто сидит рядом и сказал бы «С праздником тебя! С праздником! С праздником!» Вы знаете, в этом празднике Богом предусмотрено величайшее откровение для человечества живущего. И не удивлюсь, если многие окружающие нас люди не до конца разумеют, что же мы празднуем. Его называют Вербное Воскресение, хотя, наверное, в Иерусалиме его бы назвали Пальмовое Воскресение. Почему? Потому что мы читаем и мы слышали сегодня, что когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, люди срезали пальмовые ветви, ложили свои одежды. Но так как в нашей с вами климатической зоне не растет пальма, то христиане режут вербные ветви. И когда мы сегодня вот буквально ехали на служение вдоль трассы, там, где у нас при въезде на комиссарку, блокпост наверху, там стоят вербы, такие старые уже, развесистые. И стоял дядька и резал ветви. И я понял, ага, праздновать будет въезд Иисуса. Слава Богу! Слава Богу, что люди хоть так, таким образом желают почтить нашего Спасителя Иисуса Христа. Но в чем смысл праздника сего? Хотел бы сегодня поговорить с вами на эту тему. Знаете, ведь Иисус Христос, когда мы с вами изучаем Библию, читаем Слово Божье, мы видим, что Иисус Христос, начиная от 12-летнего возраста, посещал Иерусалим, хоть и жил он в Галилее, в районе Галилейского моря. И все события Нового Завета связаны в основном с Галилеей, но основные события, естественно, с Иерусалимом. Иерусалим в переводе город мира, как же без него? И вот ни об одном посещении Иисуса Христа нету такого досконального описания у евангелистов. Он много раз был в Иерусалиме, еще раз подчеркну, он приезжал со своими родителями, а он приходил туда со своими братьями, потому что по закону Моисея все мужчины, все мужеского пола должны были обязательно приходить на праздники в храм. И Иисус был не в первый раз в Иерусалиме. Почему же именно это посещение коснулось миллиардов людей? Почему именно об этом посещении Иисуса так много говорится? И почему мы празднуем этот день? Я хочу вам сказать, что в этом посещении Христа Богом, ну, не то чтобы спрятано, Он желает Бог нам показать нечто, нечто очень важное для всех живущих на этой земле. Иисус Христос, как написано у пророка Луки в девятом стихе, и когда приближались дни взятия Его, написано там, «Вас хотел идти в Иерусалим». «Вас хотел». На тот день Он и пришел. И вот Иисус Христос за неделю до Пасхи приходит в окрестности Иерусалимские. И за шесть дней до Пасхи, Он в субботу не пошел никуда, Он остался по закону в доме, и на шестой день, в день воскресный, именно сейчас, именно в этот день, Он пошел в Иерусалим. И сейчас мы прочтем, я хочу вам прочитать это событие с двух евангелистов, от Матфея и от Луки. Начну, естественно, от Матфея. И проповедь моя сегодня будет называться «Кто сей?» «Кто сей?» «Сей» – старославянское слово «Кто это?» Кто хочет, пишите так. Кто хочет, можете назвать «Въезд Иисуса в Иерусалим», но я бы назвал эту проповедь «Кто сей?» И вот написано у евангелиста Матфея в 21 главе, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченое через пророка, который говорит, «Скажите через Ионовой, се, царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветвы с дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал, «Ассанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господня, ассанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Здесь, позвольте я остановлюсь, Иисус Христос въезжает в Иерусалим на осле. Покажите, пожалуйста, картинку. Покажите эту картинку. Ну, можно немножко притушить, а потом включить. Вот это вот, сидя на осле, Иисус Христос. Ну, так рисуют его современники. Это здорово. Кстати, въезд в Иерусалим очень похож на реальный. Когда мы были с моей супругой, с Лидией, на экскурсии в Иерусалиме, мы ездили в Израиль, чего и всем советую, дай Бог каждому съездить и посмотреть, Библия будет восприниматься совершенно по-другому. Мы были на горе Елеонской. Наш отель стоял прямо на горе Елеонской. И с нашего отеля видна вот эта вот стена, которая здесь нарисована. И в стене золотые ворота, через которые въезжал в Иерусалим Иисус Христос. Гора Елеонская, она выше. Намного выше стен Иерусалима. И с этой горы виден был весь древний Иерусалим. И храм, стоящий на горе, храмовой, как на ладони. Вот эта дорога с Елеонской горы вниз спускается и входила прямо в золотые ворота. Кстати, сегодня золотые ворота иерусалимской стены заложены огромными камнями. И перед этой стеной, и перед этими воротами разбито огромнейшее кладбище. Это сделали мусульмане. Когда захвачен был Иерусалим, зная пророчество, что Иисус придет в Иерусалим, точно таким же образом ворота были заложены и построено кладбище. Потому что для евреев проходить через кладбище мерзость. Никто не сможет остаться чистым. Это было сделано специально. Но ни об этом, ни об экскурсии по Иерусалиму сегодня буду говорить. И вот Иисус Христос на осле спускается вниз с Елеонской горы, повторюсь, и весь город как на ладони. Ему сопровождают великое множество людей. Срезают ветви, ложат под ноги ослу. Осел, наверное, думал, какая почесть для меня. В жизни так не ходил еще. Кто-то ложил одежды. Но для чего это было сделано? Его встречали как царя. Ему кричали «Асанна!» «Асанна!» Это наивысшая почести. Это Божье помазание спускается. Это народ кричал. И как написано у Луки. Я сейчас вам прочитаю, как написано же об этом событии у Луки. Здесь написано. Так, 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 так. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога. «За все чудеса, какие видели они, говоря, благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему «Учитель, запрещи ученикам твоим такие вещи говорить». Но он сказал им в ответ «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют». «Иисус Христос ехал как царь». Почему на осле? Я вам хочу сказать, что так было, во-первых, сказано пророкам. То, что сегодня читала сестра Лида в начале служения, то, что сам цитировал евангелист Матфей, так должно было быть. Ведь осел – это символ народа, который не захотел смиреться пред Богом. Кто-нибудь из вас знает животное более упрямое, нежели осел? Есть такая поговорка «упрямый, как осел». Но это действительно животное, нуждающееся в спецподходе к нему. Его нужно уговорить, чтобы он тронулся с места, а потом уговорить, чтобы он остановился и так дальше. Осел – это специфическое животное. Но Иисус Христос именно оседлал осла. Именно осла. Это символ непокоренного народа. А еще есть один особеннейший нюанс. Вы обратили внимание, что Иисус Христос сел на молодого осла, на которого никто никогда не садился. Кто-нибудь из вас рискнет сесть на необъезженную лошадь? Я думаю, никто. Осел, которого обуздали под Иисуса, молчке повиновался и пошел. Это уже само по себе было чудом для израильского народа. Так вот, сердца людей, точно такие же сердца, как и у осла, наверное, они противятся всегда и всему. И я думаю, что нас окружают великое множество подобных людей. Так и любого человека. Бог может привести к покаянию, как привел этого молодого осла к движению вперед. Но об этом чуть попозже. Я хочу вам сказать, что Иисус Христос – уникальнейшая личность. Он понимал, кто Он и для чего Он пришел. Сегодня мы подробно поговорим об этом въезде в Иерусалим, чтобы вы знали, что же мы празднуем-то. Не просто срезание веток и принести их дома положить. Если ты так сделал, то ты готовишь путь для Господа в дом свой. Ты просто молодец. Тогда Иисус Христос готовится въехать в твой дом. Но тут есть особенности, тут есть нюанс. Еще одно интереснейшее место в Библии и есть. Я всегда люблю говорить, что Библия – это самая удивительная и прекрасная книга на всей планете. Вы не задавали себе вопросом, куда же Христос делал осла? Вот маленькие дети, да? Вот они смотрят фильм про войну или про какое-то там событие страшенное. И какая-нибудь лошадь или собака или кот. И дети спрашивают, ну, все погибли. А детей волнует единственный вопрос. А что с собакой? Так вот, однажды, читая Библию, я увидел интереснейшее место. Это Бытие, 49 глава. Вот что здесь написано. Когда Иаков благословлял будущих 12 патриархов израильских, то есть своих детей, Израиль благословляет своих 12 сыновей. То, благословляя Иуду, вот что он сказал. Интереснейший момент. Ну, это как бы не относящийся к теме, но мне хочется блеснуть эрудицией. Еще раз похвалиться Библией, которую нам дал Господь. Я всегда люблю говорить, что Библия разделена на две части. На Ветхий и на Новый Завет. Так вот, Ветхий Завет указывает на Новый, а в Новом исполняется Ветхий. Так сделано Богом, специально. И смотрите, что написано в Ветхом Завете. Первая книга Библии. 49 глава, 10 стих. Иаков благословляет Иуду. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресил его. Да коли не придет примиритель, это Иисус Христос, примиритель, и ему покорность народов, он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Казалось бы, да? Господи, какое тебе дело до этого осла? Что с ним будет? Но за многие сотни тысяч лет он показывает и пророчествует, что Иисус будет на осле. Ну, конечно, здесь вы слышали, какая участь ждет примирителя. Он прольет свою кровь. Но все-таки теперь вы знаете, что Иисус Христос не просто отпустил куда-то там чужого осла, которого привели его ученики, а привязал его к лозе, и потом хозяева взяли этого осла. Итак, если ты сегодня видишь в этом осле самого себя, если ты сегодня еще продолжаешь противиться Богу, то тогда, я думаю, пришел момент, день посещения твоего, чтобы тебе отдать свою жизнь Иисусу Христу, и Он изменит твое сердце противящееся на такое, знаете, мягкое, доброе и принимающее Иисуса. Итак, братья и сестры, мы читаем с вами здесь также, не об осле вопрос, вернее, не об осле разговор. Еще раз повторюсь, осел – это символ народа, встречавшего Иисуса Христа. Кто мне подскажет из... Вот, не, не, брат, включи мне фотографию эту, или рисунок. Кто мне подскажет, Иисуса Христа, въезжающего в эти золотые ворота, встречают как кого? Как царя, вы абсолютно правы. И весь народ встречает Иисуса как царя. Давайте послушаем буквально пару минут. Я верю, это серьезное откровение от Бога. И мы проведем параллель с современным миром. Написано у евангелиста Луки, что ученики Христа громогласно, с восклицаниями, во время шествия Христа, напоминали народу о всех великих делах Божьих, которые Бог сотворил через Иисуса. Так? Ну, написано. Мне еще раз прочитать. Вы меня счуете? Вот давайте так, немножко поживее. Сегодня праздничное служение. Люди, жившие в Иерусалиме и по всей Иудее, многократно слышали о величайших делах, которые Бог свершает через этого пророка, как они говорят, из Иудеи. Они говорят, что Он совершает великие дела, которых никто никогда не свершал. Вы слышали? Иисус воскресил мертвого. Вы слышали? Иисус накормил пять тысяч. Вы слышали? Он исцеляет всякие болезни. Вы слышали, какие чудеса свершаются через этого, этого помазанника Божьего. И все говорят, да, мы слышали. И они продолжают во время шествия Христа об этом проповедовать. И когда фарисеи сказали, ты что не слышишь, что они про тебя говорят? Ты понимаешь, как они тебя возвеличивают? Ахеба, ты можешь возвеличиться, как Бог и выше Бога? И им Христос говорит, если они замолчат, то камни закричат, возопьют. Христиане, если вы замолчите, если вы перестанете говорить о великих делах Божьих, Бог найдет, через кого ему прославиться. Посему стань одним из глашатаев, предпришествием Христа, на эту землю или в жизнь другого человека. Но Иисуса встречают как царя. Израильский народ находится в рабстве. Он находится, будем говорить, его завоевал и Римская империя. Он находится под гнетом римлян. Этот царь Иуда, кровожадный, достал уже всех. Он только лишь старается угодить римскому кесарю. Мы хотим перемен, говорили израильтяне. И когда в Иерусалим заходит Иисус с великим полчищем народа, восклицающим осанна Богу за нового царя, то люди понимают, что Бог ставит им нового царя, земного царя, который может на шару кормить, исцелять, решать наши проблемы, который, имея такую силу, уж наверняка свергнет с нас римская ига. Не согласитесь ли вы со мной, что люди, не познавшие вот этого истинного Иисуса Христа, его прихода, так и размышляли? Они за ним и ходили, потому что ели и досыто наедались бесплатно. Иисус Христос свершал чудеса, и тысячи людей наедались, исцелялись, воскрешались из мертвых. Они ждали настоящего земного царя. Они уже много раз хотели поставить его на престол с силою поднять бунт и посадить Иисуса на престол вместо Иуды. И вот Иисус Христос спускается вниз, и люди в нем видят царя. Они радуются, наконец-таки наши молитвы услышаны. Сильнее царя не было никогда. Даже Давид не делал таких чудес. Даже богатейший Соломон не мог этого сделать. Мы работали при Соломоне, а теперь мы можем, наверное, и не работать. Да даже ближайшие ученики Христа делили между собою, кто кем будет в царстве, которое Иисус Христос возглавит. Они точно так же, как весь народ, думали лишь о том, что Иисус возглавит правление всем Израилем. И царство Израильское, наконец-таки, воссоединится. Иудеи и Израиль станут одним, будет один царь, и мы снова станем сильнейшим государством на земле. Они его встречали именно так. Иисус пришел, как царь. Но когда он спускался с горы Елеонской, на этом осле, в тот момент, когда все кричали ему «Ассанна», он, глядя, я повторяюсь еще раз, что с Елеонской горы виден весь Иерусалим, глядя на Иерусалим, Иисус Христос плакал. Вот что написано. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, «О, если бы и ты хоть в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Понимаете, его встречают как царя, но он-то разумеет, что царство его неземное, что царство его – это царство небесное. И он говорит людям, что прежде всего ищите царство небесное, царство Божье. И все, о чем вы мечтаете, все то, за что вы так меня сейчас подчуете, встречаете, все это приложится вам. Он понимает, что главное для людей – это не досы таисты и не спать, до скольких захотел. Самое главное для человека – это царство Божье. Посему вошел он в Иерусалим как царь, но дальше он идет и выполняет свою миссию как священник. Как тот, который пришел для того, чтобы привести всех живущих на этой земле к Богу, к Отцу Своему и к Отцу нашему. Вот его основная была цель. И мы с вами читаем дальше. Я не буду читать у Матфея, потому что там все то же самое, только немножечко другими словами. Но здесь написано у Луки, «И войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой, есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день. Все-таки прочту из Матфея, как бы красочнее тут написано. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы именовщиков, и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Священник Иисус, вторая ипостась, о которой говорит нам Господь, именно в этот день была проявлена народу. Ведь до этого момента Иисус никогда не проявлял такой ревности по храму, хотя был в этом храме не один раз. И все то, что здесь мы с вами читаем, проходило уже сотнями лет. Это все уже было по накатанной. Менялы, деньги меняют, доллары на фунты, на евро, на шекели и так дальше. Золото меняют, голубей можешь купить, чтобы принести в жертву. Даже теленкой и овцу ты мог приобрести прямо в храме, чтобы не тащить тебе за собой этого барана через весь Израиль, чтобы принести его в жертву. Там настолько была накатана система финансового и натурального обмена, что куда там? Как говорил тот, да не дай Бог, все так красиво сделано. Но Иисус Христос в последнюю неделю пребывания своего на земле, Сын Божий вдруг резко ломает эту традицию и это вот устой. Войдя в храм, он совершает там, что сегодня бы у нас назвали дебош. Он перекидывает эти деньги, столы, голубей эти летают по храму. Там эти телята начинают, наверное, орать. Я не знаю, что там происходило. Он взял с собой убич и начал гонять этих всех торгующих. Его готовы были принять как царя. А еще 10 минут назад он был для всех царь, и тут что-то случается. Приходит в храм, как хозяин, и первосвященники, и книжники начинают кричать, чьей властью ты это делаешь, кто тебе позволил это делать? Но тут написано, что вспомнили, что ревность по Дому Божьему снедает меня. Так было написано еще пророками об Иисусе Христе. Иисус пришел в храм, как священник, как тот, кто имеет на это право. Он захотел в храме навести идеальный порядок такой, каким он должен был быть. Таким порядком, как его предназначил быть Бог, когда давал заповедь через Моисея. Люди вдруг резко разделились. Как и тогда, при спуске с горы Елеонской, они разделились на два лагеря. Но мы же с вами знаем, что Христос лично сказал, не мир пришел я принести на землю, но меч и разделение. Кто-то принял его, как царя, и кричал ему осанно, а кто-то говорил, замолчите, что вы верещите. Кто-то принял его, как священника в храме, мы сейчас еще об этом поговорим, а кто-то начал противостоять ему. Сколько среди нас, живущих ныне, ходящих в церковь Божью, в храм Божий, живут по этим же принципам, по которым жили в то время люди. Мы готовы принять Христа, как своего царя, только лишь потому, что он может нас накормить, исцелить, дать новую машину, обеспечить нам и нашим детям будущее прекраснейшее. Мы его принимаем, как земного царя. Потому что мы всегда во что-то нуждаемся, в чем-то. Но он говорит, это все придет в вашу жизнь. Если вы примете меня, говорит Христос, как священника, как помазанника Божьего, как того, кто хочет вам донести послание небес, ищите прежде всего Царство Небесное, говорит Христос. И вот в эту последнюю, как мы ее называем, страстную неделю, он раскрыл себя. В принципе, только за одно это, его могли осудить уже на смерть. Но Иисус говорит сегодня и нам, слушающим, не ищи во мне земного царя. Не желай лишь только того, чтобы я решил твои проблемы. Я хочу привести тебя к алтарю Бога, к святому месту, где ты изменишь свое сердце, где ты изменишь свое отношение и понимание и видение Бога. Не написано ли, говорит Христос, храм мой, дом мой, домом молитвы прежде всего наречется. Местом, на котором люди имеют общение с Богом. Местом, на котором люди исцеляются духом своим и душою своей. Вы простите меня, может быть резко в такой праздник я сегодня говорю, но как хотелось бы, чтобы въезд Иисуса в Иерусалим, который произошел почти две тысячи лет назад, сегодня был для всех нас актуальным. Мы привыкли, что Он всегда рядом. Мы настолько привыкли, что Христос удовлетворяет наши нужды. И мы говорим лишь только об одном, когда мы хвастаемся нашим Богом пред кем-то, что Он сделал для меня. И если ты придешь, Он тебе тоже даст. Я тебе говорю. А нам бы позаботиться от души, от духи Своем. Выгнать из сердца Своего всех меняющих, продающих. Выгнать эту суету и обратиться к Богу. Почему Христос плакал, глядя на Иерусалим? О камнях ли Он плакал? И о стенах ли Он рыдал? О живущих в Нем людей? Потому что Он знал, что они не познали дня посещения Своего. Они не распознали, что в город въезжает Иисус, Сын Божий. Они не распознали, что если они Его примут, то мир придет в их жизнь прежде всего. Но они больше возлюбили мирскую суету, ненависть, гнев, распри, зависть. Я хочу, чтобы ты услышал сегодня, Иисус въезжает сегодня в Иерусалим, празднует вся земля. Но Иерусалим, еще раз скажу, город мира, в переводе, в твоем сердце. В твоем сердце этот Иерусалим, город мира, построенный Богом еще при зачатии твоем. Этот город мира должен принять Христа и измениться, преобразиться, стать совершенно другим. И Иисус Христос желает въехать в твой Иерусалим через золотые ворота. Не закладывай их, не разбивай кладбище, как сегодня Олег пел в своей песне. Все, что ты называешь богатством, это мусор. Это не стоит ничего в вечности, за которую умер Христос. Вечность, чтобы ты был с Ним в вечности навсегда. Это не стоит того. Если ты уже начал закладывать камнями золотые ворота, через которые желает въехать, как Царь Иисус, то Он для тебя сначала должен стать священником. Откройся для Него, как для священника своего. Грех, преграда единственная для этого священника. Ни один священник не сможет простить тебе греха, если ты не попросишь прощения у Бога за это. Единственный путь к спасению человечества это покаяние. Но люди торгуются и здесь с Богом. А почему я должен каяться? Я что, хуже, чем другие? Но Иисус желает войти к тебе в сердце. Поэтому только лишь ты способен отворить эти ворота. Либо ты в этом храме начнешь торги, либо Христос восядет там, как царь, как священник. И третья ипостась, которая открылась мне, я так верю, от Бога. Иисус Христос, въезжая в Иерусалим, въехав в храм, проявился народу, как пророк. Как пророк. О котором говорил еще Мойша, Моисей. В слове он говорил израильскому народу, что вам Бог воздвигнет другого пророка после меня. Гораздо сильнее, чем я. Его слушайте, потому что через него будет говорить Господь и Бог вам. Он, находясь в храме, войдя в храм, разогнав вот эту вот тучу, вот это вот полчища бесовское, менял вот этих вот, этот беспредельщиков этих всех, он наладил порядок. И хоть в храме на тот мгновение, на тот миг царила вот эта вот, знаете, гармыдра, вот это все валяется, эти гроши катаются, кто-то лазит на карачках, пытается их собрать. Это же его богатство, это же его жизнь, эти деньги. Но Иисус Христос входит дальше в храм, не обращая внимания на тот весь мусор. И начинается интересное действие. Больные приходят к нему и исцеляются. И если мы с вами прочитаем внимательно трех евангелистов, четырех евангелистов, все, что происходило в храме после того, когда Иисус въехал, это нечто было необычное, это был фурор. Священники не знали, что с этим делать. Они говорили Христу, ты что не видишь, что происходит? Они же возносят тебя, как Бога. Они же кричат тебе, асанна, они вознесли тебя выше Бога. Иисус им говорит, если они замолчат, камни будут кричать. Иисус плакал об этих жестоких людях, когда спускался в Иерусалим. Не о камнях он плакал, я еще раз повторю, а о сердцах людских, которые не желали его принять, которые хотели лишь только одного, мирского. Все то, что через 10-20. А Иисус знал, что в 70-м году нашей эры, в 70-м году, через 37 лет, на тот момент, через 37 лет, храм иудейский будет разрушен. Он знал это. Но люди не согласились его принять. Так вот, он как пророк, находясь в храме, начинает говорить людям слова. Он начинает обличать первосвященников, он начинает обличать книжников. И если вы прочтете внимательно, вы все это увидите. Он им говорил, что скоро придет такое время, что скоро, скоро настанет новое время. И мы сегодня с вами, читая вот эти вот слова, которые он говорил людям в храме, особенно у Матфея, если вы будете читать дальше, на следующий день написано, он приходил, учил. Он приходил еще и во вторник, на третий день от этих событий, он приходил в храм и учил людей. То мы с вами сегодня, современным взглядом, читая все это, понимаем, насколько ты был прав, Христос. Насколько ты все четко, ясно показал. Когда ученики спросили его о кончении века, он все расписал. Он им сказал, что камня на камне здесь не останется. И так случилось. Это пророческие слова. И более того, мы знаем с вами, что не только в этом-то и заключалось пророчество Христово. Христовое пророчество заключается в каждом слове Нового Завета. Потому что Он есть Слово Божье, ставшее плотью. И вновь разделились люди. Одни поверили, другие нет. Одни согласились с каждым Его Словом. Даже те же самые, как их называют... Я прошу прощения. Как их называют Библией Елины, Елины, греки. Они поверили. А свои, евреи, откинули. И знаем, что распяли. Там, в Иерусалимском храме, именно в эту неделю, я так для себя быстро набросал, что встреча с больными, которых Он исцелял. Может ли получить исцеление человек, который не уверовал в Иисуса? Может ли он получить исцеление от Иисуса, если он в Него не уверовал? Как он может? Если он даже попросить не может у Него? Нет, ну вот, я понимаю, мы называем вера, это вот такой здоровый крест золотой. Это вера. Верит тот, кто поверил в Его жертву, кто поверил в то, что через Него можно получить спасение, прощение своих грехов. И тогда люди с этой верою получают от Него исцеление, освобождение. В этом зале множество примеров. Там, в Иерусалимском храме, встреча с блудницей, которую по закону надо было убить. Но Бог настолько сильно любит этих людей, всех нас с вами, что там, в Иерусалимском храме, за последние, ну может быть, дни своей жизни, Он перечеркивает пред глазами вот этих вот ослепленных религиозных людей, перечеркивает закон и говорит, я тебя прощаю. Иди и больше не греши. Там, в Иерусалимском храме, вдова и две лепты, вдова, которая ложила все свое пропитание в ящик для пожертвований, Христос ее замечает, и Он говорит, что она сделала больше, чем те, кто бросал до нее. Иисус Христос не безразличен к людям. Ему не все равно, что с тобою происходит. И Он говорит эти слова, и эти слова являют Его как пророка. Потому что пророк это не только тот, кто говорит и возвещает будущее. Пророк это тот, кто дает утешение от Бога. Пророк это тот, кто дает выход. Пророк тот, кто открывает крышку гроба, когда ее уже все общество забило, а ты еще живой. Приходит в жизнь пророк и срывает ее. Иди и живи, говорит тебе Он. Как и Лазарю. Лазарь, выйди вон! Иисус Христос за эту неделю, за эту вот последнюю неделю жизни своей на земле свершил нечто необычное. И этот въезд Иисуса Христа говорит нам, о нем, кто Он. Он разговаривает с еленами, с греками и дает им выход, показывает им будущее. Он говорит слова к народу и вдруг проявляется гнев фарисеев и книжников. И Он там, в храме, говорит людям пророческие слова относительно кончины века. Если еще неделя жизни на земле, как бы неделя, уже даже меньше, меньше, чистый четверг, когда мы здесь будем проводить собрание, мы вновь будем вспоминать Иисуса. День, когда Он был распят, когда Он принес свою плоть, свою жизнь отдал за наши с вами грехи. Посему хочу еще раз сказать, что в четверг с 15 до 20 здесь в храме будут служителя. Вы сможете прийти, исповедоваться в своих грехах, исповедаться, чтобы очистить свое сердце. Но я призываю сделать тебе сегодня нечто. кто сей, как написано у евангелиста Матфея. Народ спрашивал, кто сей, кого мы встречаем, кто он. Многие не знали. И сегодня многие не знают, кого они вербами собираются встречать. Просто помахать и устроить для своей души праздник. Кто сей, въезжающий в Иерусалим, находящийся в сердце твоем, имя ему Иисус Христос. Царь царей, Господь господствующих, которому дана вся власть Богом Отцом и на небе, и на земле. Никого, кроме Бога Отца, нету могущественнее, сильнее, чем Иисус Христос. Никого. И он царь всех живущих на этой земле. Но он, как написано у пророка, кроткий царь. Но придет день, когда Агнец станет львом. И тогда те, кто не поверил в него, те, кто распинал его, те, кто плевал на него, я имею в виду сегодняшние дни также, предстанут пред львом и дадут ответ за все. За всякую обиду, за всякий грех, за всякое оскорбление, за поношение, за все дадут ответ. Кто сей? Он священник, желающий быть священником в храме твоего сердца. Он священник, который желает услышать тебя, но ты должен сказать ему и, услышав, простить тебя. Он желает этого. Он желает привести тебя, сына или дочь свою, к Богу Творцу, чтобы ты стал совершенно другим человеком и в вечности был с Богом. Не коллекционером американских денег, живя здесь на земле. Он не хочет, чтобы ты им был. Он хочет, чтобы ты был сыном и дочерью Бога. И это священник, который утрет слезу с глаз твоих, который утешит и, если нужно будет, исправит все, что ты накосячил. Даст тебе исцеление, освобождение, покажет, если нужно, будущее, потому что Он Пророк, который утешит тебя, потому что Он Пророк, который даст тебе выход и покажет новый путь, потому что Он Пророк Божий. Так вот, кого мы сегодня встречаем и на вопрос «Кто сей?» ответить ты можешь «Иисус Христос!» Имя Ему! И воздай Ему славу! Аллилуйя! Мы благодарны тебе, Христос, что Ты восхотел это сделать, что Ты въезжаешь сегодня, Господи, в наши сердца, что Ты ломаешь эти стереотипы, у кого-то, может быть, они религиозные, у кого-то они наросшие годами, что Ты сегодня желаешь, как священник, исцелить чью-то душу больную, порабощенную и будущее показать. Дорогие братья и сестры, прежде чем тебе открыть золотые ворота твоего и Иерусалима, прежде чем ты наберешься смелости и разрушишь эти ворота, заложенные годами твоими, заложенные грехами сквозь эти года, тебе нужно просто облокотиться на них и силою твоей молитвы покаяния разрушить эту стену, и эти ворота будут свободны. От тебя нужно лишь только одно, покаяться пред Богом, попросить у Него прощения за свои грехи. Сегодня тебе здесь не нужно исповедоваться. Если ты чувствуешь побуждение исповедоваться, ты это можешь сделать в четверг. Но покаяться, покаяться, впустить Иисуса в свой дом, в свой храм, в свой Иерусалим, тебе нужно сделать сегодня. И тогда ты будешь праздновать этот день, по-настоящему праздновать. Тогда ты действительно можешь смело, глядя в небо, кричать «Асанна! Асанна Высших! Мир на земле! В человеках твое Бог благоволение! Потому что ты захотел примириться с нами! Ты! Это не ты отвернулся от нас, а мы от тебя! Посему я хочу, Иисус, я хочу примириться с тобой! Я прошу вас, давайте мы поднимемся на наши ноги! Я призываю братья и сестры, вот буквально несколько секунд там, где ты стоишь, посмотри в свое сердце. Сейчас будет играть музыка, группа пославления. Я верю в Господа. Выходите, давайте мы поклонение еще раз споем. Сейчас, когда будет звучать эта песня, проанализируй свою жизнь. Я не хочу, чтобы в этом доме остался хоть один, хоть один человек, который бы имел разделение с Богом. Я хочу, чтобы все мы имели мир с Ним. Посмотри в свое сердце и определись сам. Есть тебе за что просить прощения у Бога? желаешь 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 ли ты собственноручно открыть въезд для Иисуса в свою жизнь? Ты и Бог. Только ты и Бог. Нет ни одного греха на земле, за которое бы не было заплачено кровью Иисуса Христа. За все грехи человечества заплачено кровью Иисуса Христа. И благословен всякий человек, кто примет эту жертву в жизнь свою. Другими словами, благословен человек, впустивший в себя, внутрь себя, в жизнь свою Иисуса. И беден тот, кто отринет эту жертву, кто не захочет принять Христа, а закроет перед ним ворота своей жизни. Беден тот человек и несчастен. Мы споем буквально один куплет с припевом этой песни. Это время, чтобы ты размышлял. И после сего я сделаю призыв. отринет отринет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не даю жить от Тоби Субтитры создавал DimaTorzok Ты не властен над днем завтрашнего Господь призывает тебя сегодня Я приглашаюсь выйти сюда вперед всех тех, кто желает покаяться пред Богом Отбрось прочь всякие стыд и сомнения Ты и Бог и больше никого Ты и Иисус Христос Только лишь ты и Христос И между вами нет посредников Замжды чекаешь мне Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Твоя стена Построена уже Тобою много лет Я верю, так говорит Господь Это стена обиды Твоей В этом доме стоят люди, которые живут в обиде И это обида уже многие годы И я верю, это слово от Господа Ты должен эту стену разрушить сегодня Времени не так уж много осталось Оставь эту обиду Там, где ты стоишь И выходи сюда Когда ты вернешься, ее не будет Но выбор за тобой Я верю, Господь говорит Что ты делаешь опорою деньги На которые ты уповаешь И все свое желание и стремление Души Твоей ты направил Лишь только на то, чтобы разбогатеть Как прах Все будет разрушено Иисуса сделай опорою своей Если ты есть в этом доме И ты стоишь на месте И ты не выйдешь сегодня Ты увидишь Падение будет великим Но если даже тогда Ты его зовешь к Нему Он выведет тебя Зачем же тебе терять все Примирись с Иисусом сегодня И так обида и надежда на деньги Я верю это от Господа Не прячься за спинами людей Выходи Я благодарен всем, кто вышел сегодня сюда Я благодарен вам Вы услышали зов Христа Это здорово Теперь лишь только ты и Бог И между вами нет посредников Не я Лишь только ты и Дух Святой Который приведет тебя в молитве К Иисусу Христу Будь ласка Проходите вперед Сестер Будь ласка Проходите вперед Проходите Ты и Бог И когда мы сейчас будем молиться с вами От всего своего сердца Попроси у Бога Чтобы Он простил тебя Не отнеситесь к этому скептически Я прошу вас Не смейтесь и не насмехайтесь Над Христом Он знает твою жизнь И более того Он хочет тебе помочь Доверься Христу А теперь закройте глаза ваши Вы можете встать на колени, кто желает И просто повторяйте эту молитву за мною Но это будет ваша молитва И так мы молимся Иисус Христос Я верю Что Ты Бог Что Ты Царь Что Ты истинно священник Божий Которому дарована от Отца Великая сила Ты пришел на эту землю Чтобы спасти нас От грехов наших Ты заплатил Своей кровью За все мои грехи Я верю в это Иисус Я каюсь пред Тобою Во всех своих грехах Прости меня Мой Царь Прости меня Мой Бог Обмой меня И очисти Своей кровью От всех моих грехов Я прошу Тебя Помоги мне жить Новую жизнь Войди в мое сердце Войди в храм души моей И живи в нем Я исповедую Иисус Христос Иисус Христос Мой Господь Иисус Христос Мой Бог И я вверяю В Твои руки Свою жизнь Спасибо Тебе Иисус Я верю Ты прощаешь меня Ибо Ты умер Вместо меня Но Ты воскрес Верю И я воскресну с Тобой Спасибо Тебе за все Обещаю Тебе Мой Бог Что за всю свою жизнь Измененную Тобою Я буду славить Тебя Я буду говорить всем О великих делах Твоих Слава Моему Богу Отцу Сыну И Святому Духу Аминь Я поздравляю вас Дорогие ценные братья и сестры Кто бы вам Что бы вам ни говорил Вы должны иметь в себе уверенность Сегодня вам Прощены все ваши грехи Потому что это заповедал нам И обещал нам Господь Иисус Ты свободный человек Постайте славу нашему Богу Аллилуйя Ассанна Ассанна грядущему Аллилуйя Мы любим Тебя Христос С вами те кто впервые сегодня покаялся Сейчас познакомятся Подарят вам новые заветы Книжки Пригласят вас на завтрашнее Наставничество Пожалуйста Не спешите расходиться Но мы еще продолжаем Наше собрание Итак Да благословит всех вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok